НТВ НОЧЬ НОКАУТА В этот вечер в Лас-Вегасе проходят два супер-боя, два супер-шоу. Здесь в МГМ Грэнт, Альварес, Консида Леон и прочие-прочие мексиканские герои. И такие же по соседству у Люси Зарчавис против аргентинца Артимис. Вот мы решили, с чего выбирать. Выбрали из того, что выбрали 14,5 тысяч зрителей. У Лас-Вегаса вот это самое шоу с Альваресом. Потому что этот самый рыжий Альварес, совершенно нетипичный мексиканец, поистине озадачивает очень много. Выглядит он, конечно, как будущая мега-звезда. Но он еще слишком молод, и вот именно его молодость внушает некоторые опасения. Опасения в стиле, знаете, из молодых дарами. Бывает, что бандеркинды очень часто развиваются. Слишком рано поражают всех своими способностями, а потом становятся обычными ребятами. Неважно где, в математике, музыке или в боксе. Но, судя по тому, как выглядит в последних боях Альвареса, что-то не похоже. Что он сбавит обороты. Итак, ждем ночь нокаута. Пока еще не так много народу. Хотя, должен вам сказать, что андеркард здесь весьма впечатляющий. Будьте уверены, сегодня будут безостановочно махать мексиканскими флагами, потому что одни мексиканские фамилии в этом самом шоу сегодняшнем. Не знаю, как вы, а я. Я с удовольствием слушаю мексиканскую музыку. Это, так сказать, основная музыка теперь на боксерском ринге. Звучит в Штатах. Да, сколько раз мы уже тут были в MGM Grand. Какие только бои здесь не проходили. Какие персонажи не засвечивались в этом световом колодце на ринге. МGM Grand, в общем-то, где-то перехватил пальму в первенство у Нью-Йорка. Мэрисон Сквергард. Ну вот, появляются уже первые бойцы. А в принципе, они не первые, сами вы, наверное, догадываетесь. Все это мероприятие уже долго длится. Просто телевизионная программа сейчас вот началась. Международная телевизионная программа. Лео Санта-Кросс Алик Моррель. Ну, разве это не имена? Морреля 46 побед. Без Пантом 54 килограмма. У нас все рандовые бои за титул Абири. Морреля 46 лет. Санта-Кросс Молот, ему 24 года. Он выше роста. Это правило, которое мы с вами наизусть уже вызвали. Да, Моррель это вообще уже можно. Можно сказать, историю. Много он свою карьеру сделал в ринге. Это чемпион мира. Мы с вами ждем Леннона объявления и представления бойцов. Леннон это лицо и голос компании Шоутайм, которая и представляет нам сегодняшнее мероприятие. Ну, вот, Альварес, собственно, персоной. Ну, где вы видели такого мексиканца? Такие ребята только в Ирландии водятся, по-моему. Ирландии водятся, по-моему. Как они смотрят на матчу? Ирландии водятся, по-моему. Ирландии водятся, по-моему. Вообще эти коридоры, должен вам сказать Под трибунные помещения В MGM Grand Это километры Затянутые коврами Пока по ним пройдешь Пока что-нибудь найдешь Много времени уходит Субтитры делал DimaTorzok Главный персонаж сегодняшнего Шоу Сол Альварес Решил пока расслабиться О'Reilly Auto Parts Ну знакомые вам Рейтари конечно Вик Тракулич Человек авартирской фамилии И три Судьи сбоку Один из Канады И другой из Властмега Эрик Морэль Пуэрториканец Пуэрторика Как они сами гордо себя называют Остров чемпионов Поистине откуда вышло огромное количество бойцов Пуэрторик Морэль Да, Морэль решил все-таки вернуть себе титул Утерянное имя А вот и Лео Санта Круз 24 года Чуть больше 53 килограмма 20-0 у него Рекорд Одна ничья Один с побед Нокаута Половина Защищает свой титул Чемпиона Впервые Недавно его забоевал Он теперь на ставке Его титул Посмотрим 12 лет разница Между этими бойцами Вообще Мне всегда казалось Что еще тяжи В таком возрасте Серьезном Как-то могут еще держаться В ринге Но бойцы маленькие Им очень тяжело Но мы не раз видели Опровержение этому постулату Вик Дракулич Очень опытный рефери И за все время Что мы с вами Его наблюдаем А это уже Я вообще Даже не могу вспомнить Когда впервые Мы его увидели На лет Наверное 12-15 Ому назад Вот с тех пор Вик по-моему Не совершил Ни одной Ошибки Ни одного Сомнительного действия Как рефери Разобрались Кто есть кто Чемпион В черных трусах В темных трусах С черной полосой Эрик Моррель Как видите Когда-то шутил Джордж Формел Ни одного седого волоса Не видно На его Прическе Ну в общем Все довольно Быстренько Началось В первом раунде В общем все в мексиканском стиле А что вы ждали На самом деле Куаториканцы И мексиканцы Это вечное соперничество В это соперничество Правда сейчас Вклинились ребята С Филиппин Но их не так уж много Моррель Чувствует себя Я очень уверена Ну для него это рутина Что там говорить Столько боев За плечами Решили Попробовать Что называется Назур Друг друга Уперлись В средней дистанции И пошел Размех Кто пожестче Я думаю Скоро это выяснится И как только выяснится Кто-то обязательно Постарается Уйти на дистанцию Темп Очень плотный Прямо скажем Чемпион Очень неприятный Удар слева По туловищу Бьет снизу В область печени Часто Если Эрик Не будет обращать На это внимание То скоро Это скажется На его поведении То что публика хочет видеть То что публика хочет видеть Неприятный Неприятный был момент Для Мореля Потому что Длинный правый трюк В подбородок Морель еще как-то Расслабит шею Поэтому Не жестко получилось Это был муку Посты Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Санта-Крус Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Если акцентировать удар слева идет, обязательно дублируйся удар справа-свежим. И наоборот. Абсолютно свободно и расколанно действует Санта-Крес. Очень хороший боец этот, мексиканец. Ничего не скажешь. Именно боец. Потому что как он будет себя вести с искусственным боксером, который умеет маневрировать и действовать издали, ну, это вопрос. И, может быть, когда-нибудь мы увидим и ответ на этот вопрос. Ну, а те, кто желает немножко пободаться, как говорят боксеры, в кавычках ясно делал, тут в средней дистанции, очень мало шансов, наверное, будет у такого противника, как и Морелли сейчас. Мексиканец только наращивает обороты. Конец раунда. Ну, в общем, целых два Санта-Круса. Санта-Круса в углу у Санта-Круса наверняка это их связывают какие-то семейные узы. Все чаще и чаще. А в Воксе появляется вот такое вот семейное мероприятие. И здесь два Морелля. В углу Морелля. В общем, силы равны. В углах. Опытный Морелли решил попробовать связать противника. Если раньше он шел в разменку, то сейчас он, в общем, прессингует скорее связок. Видите, прижимается. Лишает пространства оппонента. Ну, тот легко избегает от этого приема, потому что достаточно ему отшегнуть назад на 5 сантиметров. И у него появляется пространство для атак. Вот казалось бы, Эрик Морелля делает то же самое, что и противник. Но почему-то не точно. Практически больше половины его ударов идут в защиту. В локте, плечи. Гораздо острее действует чемпион. Немножко задумался Морелля. Но долго-других никак нельзя. Видите, тут же следует наказание. Первый раз, Дракулич. Разнимает бойцов. Это уже, так сказать, сигнал. Сигнал усталости. Морель начинает прихватывать. Ну, просто не дает руку оторвать для удара Санта-Кулеса. При каждой попытке ударить справа, чемпион всаживает вот этот левый апперкот в область печени. Он уже, наверное, раз двадцать, а то и больше ударил туда. А это должно сказаться, конечно. Посмотрите, сколько попаданий. Вот на замедленном повторе. Видно. Как много нахватал. Экс-чемпион. И похоже, что мексиканец только разогрелся. Полон сил. Пятый раунд. Включая заднюю скорость Эрик Морель. Решил немножко отдохнуть. Ну, это было небрежно. Безнатежно проигрывает Эрик Морель. Что тут будет? Можно вам сказать, что, конечно, ни тот, ни другой далеко не панчер. Неопытный зритель может сказать, какие тут могут быть панчеры. Весят они 53 килограмма. 54. Знаете, ребята, какие страшные на панчерах бывают. 48 килограммов. И 50, и 52. Да что там далеко ходить. Наш Юра Арбачаков. Весил 52 килограмма. Помните, что творилось на ринге? Когда он выходил. Рикардо Лопес, легендарный мексиканец. Устроил больше нокаутов, наверное, чем любой тяжеловец. Но надо признать, что Лео Санта-Крус очень жесткий боется. Пятый раунд бой принимает совершенно односторонний характер. Лео Санта-Крус очень жесткий боится. Вот тот самый случай, когда количество переходит в качество. Честно говоря, я счет потерял ударом, который пропустил Гарри Кумарель. Я думаю, что здесь опытный народ, конечно, в углу Гарри Кумарель. Они все прекрасно понимают, куда все идет. Конечно, о сдаче речи не идет. О, идет в стыке. Ай-яй-яй. А мы так к этому не привыкли. В старые добрые времена сдача эта была позор на всю жизнь. Но эти времена прошли уже очень давно. В принципе, логика в этом решении есть, конечно. Но зачем продлевать мучение? Хотя публика, конечно, обозвлена. Что там говорили? Не этого не ждали. У Санта-Круса полно поклонников в этом зале. Я думаю, он оправдал их ожидания. Ну и Морель решил, что не стоит давать возможность противнику получить еще с веры гонорара 100 тысяч долларов за нокаут. Обойдется. Ну вот, в замедленном повторе мы наблюдаем сейчас, как выглядел Санта-Крус. Ничего не скажешь. Классный боксер. Продолжение следует... Исписывают это как технический нокаут Санта-Крусу. Ну, он действительно очень технический был, этот нокаут. Потому что в чистую последние раунды выиграл Санта-Крус. Подавляюще просто. Уже жалко было бывшего чемпиона. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...